Приехали с другом порыбачить и пока он пошел все свое снаряжение расчехлять, я решил записать видеоролик, рассказать вам одну очень полезную и одновременно забавную историю. В 90-е годы у меня была большая сеть розничной торговли. Те, кто застал эти лихие 90-е, было очень модно открывать коммерческие магазины, комиссионные магазины. Я пошел дальше и открыл универсальный коммерческо-комиссионный магазин. И вот один мой друг, коллега по цеху, привез из Армении огромное количество, несколько КАМАЗов, носков. Шикарные белые хлопчатобумажные носки и очень приятное тело. Тактильные ощущения невероятные. Он говорит, возьми на консигнацию, по мере того, как будешь продавать, будешь со мной рассчитываться. Он раскидал не только по моим магазинам, но практически по всем нашим, в общем, знакомым. У этих носков был один из ян. Они были очень дешевые. Что-то там 7 рублей, что ли, в те годы. Эти носки не шли. Классные, офигенные, очень-очень приятные, очень нежные, хорошо стирались носки. Ну, короче, во всех отношениях чудесные. Но они не шли. И когда мои продавцы рассказывали покупателям, что вот такие хорошие, прекрасные, качественные, люди говорили, такими дешевыми, такие хорошие носки быть не могут. Прошло немного времени. В ходе какой-то рутинной перестановки ассортимента товара, мои товароведы, завмагазином, не помню, кто там конкретно, случайно на носке уронили ценник, который принадлежал другому товару. Там что-то 300, что ли, рублей. Понимаете? Ну, то есть 7 рублей и 300. К концу дня ко мне приезжают одновременно веселые и немного озабоченные девчонки. Говорят, шеф, у нас вот такая огромная выручка, ну, там неприличная выручка. Я говорю, что продали? Вроде бы, форт техники не было. Что, что, как? Они говорят, носки продали. Я говорю, носки? Ну, что там, тонну их продали? Нет, все, что было. А было немного, а денег много. Я говорю, а как так получилось? Мы случайно перепутали ценника, молодая девочка, которая продавала. Она не знала, что на самом деле эти носки стоят 7 рублей. В общем, она там их продала по 300. Я говорю, по 7 не шли? А по 300 пошли, что ли? Она говорит, да. Его классно, забавно. И с той поры я сделал для себя очень важный вывод. Меня зовут Тальшахар. Обязательно подпишись на мой канал. Здесь всегда интересно, полезно, денежно. И мы можем заработать вместе. Если у вас есть хороший товар, не продавайте его дешево. Даже если он вам дешево обошелся. Если этот товар, даже ваша экспертность, не продавайте его дешево. Продавайте его дорого. Все, что дешевое, вот такой у людей менталитет. Все, что дешевое, оно не может быть хорошим. Даже если на самом деле это вообще чудесный товар, это не может быть хорошим. Понимаете? Лягушки слушают наше приближение. И мои видео уроки. И тоже участвуют в этой треле. Никогда не занижайте цену на свой товар. Никогда не рассчитывайте на людей с маленьким кошельком. Продавайте свой товар дорого. Он будет цениться. За ним будет выстраиваться очередь. Мы этот КАМАЗ реализовали за считанные дни. Он у нас стоял месяцами. И когда я приехал забирать новую партию Носко, поставщик интересовался. Как так? Он узнал потом, когда подослал Казачка в магазин, чтобы узнать, как там у них удается вообще. Нереализуемые носки, которые вообще стали, при всем том, что они действительно качественные, они не шли. Продолжение следует... Продолжение следует...